Я заметил, как подорожало буквально всё. На мой взгляд, цены в Германии выросли не так сильно, в отличие от Польши, где цены запредельные на электричество, на газ и, конечно же, на продукты питания. Причинами кризиса стали тяжёлая постковидная ситуация и, конечно же, украино-российский конфликт. Я думаю, что мы столкнулись с эффектом санкционного бумеранга. Многие бизнесмены воспользовались этой ситуацией в своих корыстных целях и специально повысили цены. Многие политики, не все, но многие думают только о своём положении, точно не о высоких ценах и не о своих гражданах. Извините, это бизнес, ничего личного. Я не знаю, к чему эта ситуация приведёт, но я думаю, что люди будут всё громче заявлять о своих проблемах. И, возможно, некоторые политики прислушаются к их голосам. У нас запредельно высокие цены на электроэнергию и топливо. В целом они выросли более чем в два, а то и четыре раза. Испании повезло, конечно. Проблема холодной зимы ей не грозит. Но если вы живёте в северных странах, например, в Дании, где температура может опускаться до минус 23 градусов, где бывает очень холодно, оплата счетов будет неподъёмной. Особенно для людей, которые отапливают свои дома ископаемым топливом. Для них это будет дорогим удовольствием. Сейчас мы вынуждены расставлять приоритеты. Так, например, в Дании, если у вас есть загородный дом, то в зимнее время счёт за электричество и тепло будет составлять 10 тысяч евро. И вы где-то должны найти эти деньги, ограничивая траты на другие сферы жизни. Конечно, существует большая проблема со стоимостью жизни. С нынешними зарплатами все эти заоблачные суммы оплачивать просто невозможно. Цены выросли на 30%. Раньше сэндвич, например, стоил 4 евро, а теперь он стоит 7 евро. Где-то цены выросли на 100%. Если раньше я тратил на покупки в супермаркете 50 евро, то теперь я трачу 80-90 евро. Всё выросло. Всё это большая спекуляция. Украинский конфликт далеко не главная причина. Многие спекулируют на нём. Когда цены на топливо выросли, за ними потянулись вверх цены на всё. Но это не только из-за войны. Цены на топливо росли и раньше, а войну используют как предлог. Из-за чего люди из-за страха начинают всё скупать. Из-за чего ценник растёт. Если ты успешный бизнесмен, тебя кризис затронет не так сильно. Но если ты обычный европеец, ты теряешь большие деньги. Бизнесмены успешно наживаются на кризисе. Особенно топливные компании. Например, как Люклер, как Тоталь. Цены за баррель 80 евро. Цена дизельного топлива почти 2 евро. Это всё спекуляция. Это только спекуляция. Редактор субтитров А.Семкин